Белые, черные, серые, в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. План на 6 лет прорывной. Еще раз озвучен, Россия не вправе подставлять под удар собственный суверенитет. Мы должны собрать в волю все наши ресурсы, и интеллектуальные, и моральные, и финансовые. Мы должны не только прыгнуть в последний вагон уходящего поезда нового технологического уклада, а быть во главе этого поезда. На реализацию задач, о которых мы говорим, и о которых вы сейчас только сказали, нужно как минимум дополнительно еще 8 триллионов рублей. Из 8 триллионов, 1 триллион пойдет на борьбу с онкологией. В регионах построят новые диспансеры, туда, где уже лечат рак, докупят новое оборудование. Мы ставим перед собой сложные и без всякого преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан. После 2024 года выйти на показатели 80+. Безусловно, этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения. Нам нужно уделить внимание больше ядерной медицине, потому что исследования с помощью вот этих новейших средств, они как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место. Тема здоровья для президента важна. Сильные люди для сильной России. Владимир Путин не раз говорил, медицина и в деревне из трех человек, и в мегаполисе должна быть одинаково доступна. Нельзя первичное звено ликвидировать. Это также остро вопрос стоит во многих других регионах. Очень рассчитываю на то, что вы внимательно к этому отнесетесь и посмотрю, что произойдет в деле, в жизни, на практике. Такая реакция на жалобу жителей Струнина. У них закрыли больницу со всеми болячками только в райцентр. Если повезет, на скорой, но чаще на электричке за любой справкой или анализом. С утра до вечера просидишь, чтобы попасть к врачу, а в итоге тебя в списках нет, когда ты приходишь в кабинет. Да, они всегда могут указать на списках. Прямая линия еще не закончилась, а в Струнино уже решали проблему. Для местных чиновников 140 километров оказалось не расстояние. Они тут же примчались на встречу с людьми. Ремонтировать надо? Надо. Уже время пришло. Все. А где брать деньги? Уж точно не из кармана простых россиян. Налога с продаж не будет. Дифференцированного НДФЛ тоже. Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. А жилье так и не предоставляют, да? Телезрители звонили до последней минуты эфира. Звонки обрабатывали полсотни волонтеров. Из Пензы, Хантамансийской, Твери, Волгограда. Если могли, помогали, не дожидаясь реакции Путина. Мы же люди очень прямолинейные, видим проблему и не видим препятствий к ее решению. И, собственно, здесь, наверное, вот эта наша помощь, которая именно прямолинейная, она здесь была очень к месту, кстати. Два миллиона обращений нон-стоп. Пересменка операторов каждый час во время прямолинии тоже. Всех волнует наше будущее и место нашей страны на мировой арене. То есть, на самом деле, это не лукавство? Такие звонки часто раздаются? Очень часто такие звонки раздаются. Сейчас это самая острая тема, мне кажется. Интерактивные мониторы связали Москву и регионы. Через них чиновникам пришлось смотреть в глаза авторам жалоб и самому президенту. Вот мы видим перед глазами президента обозначены города и часовые пояса, чтобы, если появилось желание, Владимир Путин мог напрямую связаться по конференц-связи с губернатором, чтобы задать ему тот или иной вопрос. И Владимир Путин спрашивал, например, главу Ставропольского края, почему пострадавшим от наводнения все еще не выдан сертификат на покупку нового жилья. Я просто хочу вас заверить, что в вашем конкретном случае мы, конечно, поразбираемся. И я буду ждать по этому поводу доклада губернатора Ставропольского края. Губернатор отреагировал мгновенно. Тотчас связался по телефону с героиней видеозвонка. В течение 10 дней должен быть какое-то решение. Как он прилетит с Москвы, завтра он улетает в Москву, должен вроде как приехать к нам лично, побеседовать с нами. Жилищный вопрос вообще не должен мучить россиян. Это тоже прописано в плане развития страны. Задача – снизить ставку по ипотеке до 7%. Мы должны сделать так, чтобы в год примерно 5 миллионов семей имели возможность улучшить свои жилищные условия. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства. Комфортное жилье на смену старому. Московская программа реновации – пример успешного расселения. На заметку регионам. Новая сантехника и в ванной комнате, и в туалете даже установлены приборы учета горячей холодной воды. И вот, пожалуйста, огромная кухня, если ее сравнивать с той, что мы привыкли видеть в любой типовой пятиэтажке. Участники программы реновации получили своеобразный бонус. Если, допустим, жили в трехкомнатной квартире 50 квадратов, то получат трехкомнатную квартиру гораздо большего размера. И никакие дополнительные деньги за дополнительные квадратные метры не нужны. Россия будущего – это еще и научно развитая страна. Тимофея Григорьева в Штаты переманивали дважды. Но солидные гонорары ученого не соблазнили. Мне интересно жить в своей стране и работать на ее благо. И вот сотрудники Курчатовского института придумали, как уменьшить боль пациентов. Разработали этакий нано-бинт. Этот материал не смачивается кровью, раневым отделяемым, и поэтому не прилипает к ране. Что дает потом возможность без травмы врачам снять этот материал. И таким образом мы получаем такую транспортировочную повязку. Ученые попросили президента ускорить процесс сертификации разработок. То, что ваши изобретения нуждаются в поддержке, в том числе и в выведении их на рынок, это, безусловно, будем это делать. И надеюсь, что наши медицинские учреждения будут это широко использовать в самое ближайшее время. Образ цифровой России показали блогеры. На связь с Путиным они выходили с небоскребов Москвы-Сити. Тоже символ будущего. Когда-нибудь наступит такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией. Мы же знаем, за счет чего живут блогеры. В том числе за счет рекламных денег, правда? Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее, ну, наверное, об этом тоже можно поговорить. Россияне умеют проблему высмеять. Прислали жуточный мем. Владимир Путин не обижается. Понимает, ситуация с ценами на бензин из ряда вон. Принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов. Его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Следом еще одна шутка от моряков. Владимир Владимирович, разрешите нам рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы корабли были непотопляемы. Наши корабли и так непотопляемые или труднопотопляемые. Что касается Виталиевича Мутко, то действительно в отношении него много всяких разговоров и слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. И в этих условиях отправить его на пенсию невозможно. Пусть работает. Состав правительства, по мнению президента, сейчас наиболее оптимальный. План прорыва готовила именно эта команда. Если бы мы 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет. Задача – выполнить майский указ, а значит, вывести страну на другой уровень. Для этого увеличить темп роста экономики, эффективнее расходовать бюджет и персонифицировать ответственность каждого члена правительства. Нам нужно максимально раскрепостить людей. Нам нужно добиться того, чтобы каждый человек максимально реализовал свой творческий потенциал. Это могут сделать только свободные люди. Маргарита Грилова, Александр Александров и Сергей Бондаренко. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова